добрый день дорогие друзья сегодня у меня еще один из таких радостных дней потому что радуюсь почему потому что получил еще один подарок от подписчика вот такое самодельное зарядное устройство сделанное из блока питания хотел сказать аккумуляторов из блока питания компьютеров переделанное вернее переделанное сделанное потому что больше чем уверен что схему внесены какие-то доработки какие-то возможно свои разработки и переделки за основу конечно взят сам бог питания и переделан я так понимаю что это у нас напряжение с возможностью регулировкой регулировки напряжение и ток и по напряжению потоку вот такие вот вот такая комплектация очень долго добирался потому что не могли забрать мои дети добрался с москвы до челябинска и до почты мои дети никак не могли добраться потому как тоже всеми днями работают наконец-то меня передали в казахстан и что будем тестить будем пробовать давайте для начала подключим посмотрим как оно выглядит ни разу не подключаю самому очень интересно но очень много работы и как видите здесь у меня небольшой завал по батарейкам и поэтому а решил подойти к этому делу серьезно кстати подписчика зовут вроде скромный я сказал что упомяну его канал сказал что канал его канал упоминать не надо отметить надо канал разработчиков кстати на этого разработчика по случайным не знаю может случайно может не случайно по случайным обстоятельствам я подписан его канал очень нравится ссылку я закреплю в описании к этому ролику ну что давайте сделаем первое подключение об очки красиво симпатично выглядит так что у нас по напряжению напряжение напряжение до 20 практически 4 вольт это зарядное выдает что уже хорошо отлично потоку как мне объяснил володя что до 6 ампер в принципе для основных моих для основной моей работы этого ток этого ток этого тока будет достаточно за глаза уже выбрал место где он будет стоять поставлю его вот вместо вот этого 15 выбила здесь за показателями следить не надо поэтому он уйдет туда вниз перемещу вниз здесь у меня место еще под один выпил который находится в ремонте кстати он не сломался мне его привезли сломанным и уже буквально месяца два или три находится в ремонте наши специалисты не могут ему дать ума пока ну что ж давайте сейчас его установлю это зарядное устройство наверное сразу буду устанавливать стационарно потому что чует мое слабое сердце что устройство должно оправдать все наши надежды и ожиданий устройство не автомате скорее всего не автоматически но потестим посмотрим как она себя поведет в принципе автоматическое устройство нам по особому счету и и не требуется и так давайте сейчас сделаю установку и наверное завтра сегодня вот эту вот кучку разгребу и завтра какие будут батарейки на обслуживание какие-то привезут и начнем уже непосредственно с ним работать ну что установил зарядное устройство подарок от подписчика и что мне уже нравится в нем вот сейчас скажу об этом немножко наверно в другой форме вот пользуясь случаем если смотрят меня разработчики выпивав пятьдесят седьмых тридцать седьмых двадцать седьмых и всех прочих ну хочу отдать вам должное разработали вы неплохие устройства можно сказать даже охуенные но есть один маленький нюанс который мне очень сильно не нравится а не нравится мне вот это вот свободное место почему бы на это место вам не вкорячить вот такой вот выключатель который мест изначально понравился в этом устройстве дать вот вот эти выключатели у нас на базаре базарный день сто тенге ведро дать их неужели так трудно их внедрить место здесь придется ход предостаточно на этом заряднике ход наверх ход сбоку хоть спереди блять да снизу поставьте хрен с ним ну зачем блять пожилого человека заставляют дрочить вот эти розетки а вдруг меня током ударит блять ёбом топнет кто ролики будет писать ладно устройство мы уже установили и сегодня будем его тестировать будем испытывать как она поведет себя в реальных боевых условиях тестировать будем вот на вот такой батарейки которую мне привезли рыбаки они его используют на отопительном китайском на китайском отопителе на сухом фене прожгли здесь дырку дырку я запаял и вот с такими параметрами 13 13 процентов заряда 60 60 или 66 непонятно написал кто написал а я написал замер тестером делать не будем чтобы не удлинять ролик здесь и так все понятно значит что я сделал так как она была прожженная электролит вылился я ярый противник заливки сторонних электролитов потому как есть смутное подозрение что эти электролиты имеют несколько другую формулу чем те электролиты которые залиты завода на привавка скорее всего это самопал потому как серной кислоты у нас как говно забанил блять целой цистерны стоят на вот этих перерабатывающих мини заводов заводах для выщелачивания не знаю что там делать с этой серной кислотой и просто оттуда их воруют то воруют кто кто возможно даже пиздит разбавляет с водой не известно с какой водой может даже блять с водопроводной и этот электролит развивают по полторашка мы его в продажу после заливки такого электролита это мои личные наблюдения батареи как правило увеличивается саморазряд практически увеличивается ощутимо поэтому я сделал с этой батареи батарейка новая абсолютно у нее был первый выезд и вот такой вот такая вот оплошность получилось такой казус я отобрал так как в этих батарейках сейчас идет плотность 129 я отобрал по 20 миллилитров с каждой банки залил в эту банку с которой электро электролит вытек и по 20 миллилитров я корректировал дистиллированной водой уровень получился отличный нормальный плотность по банкам давайте я вам покажу плотность 18 118 119 так почему я записал 11 неправильно глянуло видать на 119 сейчас исправлю батарейка развяжена и попытаемся батарейку полностью зарядить и поднять плотность на вот этом самодельном зарядном устройстве так выставляем напряжение 14 8 вольт дадим вначале ему вот так вот дадим вначале абсорбацию наполню батарею зарядом и потом попытаемся поднять на этом зарядном устройстве плотность с помощью контролируемого контролируемого перезаряда все практически забито все в работе но вот здесь вот местечко у нас для этого прожаренного рейсера есть здесь у меня тоже блядь бардак бардельера бардельера блядь сейчас я его туда засуну и продолжим наши тестирование итак выставили 14 8 вольт ручку тока уменьшаем до уводим влево и подсоединяем крокодильчики так блять не перепутать где у нас плюс где минус гулять вот минус вот это получается плюс вот так вот сразу у нас напруга убежала до 13 и и подводим ток так нам надо выставить 3 и 7 амперчик а попробуем ухты как она быстро 315 а вот смотрите как работает отлично заряд у нас идет по получается по напряжению 14 8 выставили и пошло снижение потоку очень быстро добежала до 14 8 ну давайте посмотрим время у нас 20 минут 11 начало рабочего дня посмотрим как это зарядная будет вести себя дальше очень быстро буквально четыре клиента и у нас ток упал до 0 72 ампера давайте наверное друзья ждать не будем и попробуем дать к е 16 3 16 напряжение до конца 16 с половиной вольт и ток уберем до 3 ампер вот так вот 3 амперчик оставляем и продолжаем и и и и и 4 продолжаем работать давайте еще чуть-чуть уберем прям чтоб пиха в пиху было ну вот так вот 3 ампера напряжение до конца 16 с половиной вольт батарейка набрала так ну а теперь у нас время 11 ровно продолжаем лохматить нашего рейсера и тестировать наше самодельное вот такое симпатичное зарядное устройство так что мы будем делать давайте наверно сделаем небольшое уменьшение тока вот так вот два два с половиной ампера ставим вот так вот и напряжение в понизилась до 16 6 ну давайте с такими параметрами продолжим работу с нашим прожженым блять рейсером ну что друзья прошло три с лишним часа уже третий час блять надо пожрать четыре не жрал и давайте посмотрим а блять значит делал парочку подпоров под током довел до 327 амперчик а 16 с половиной вольт я так и держу это нос который мы поймали сразу батарейка вот она давайте посмотрим что у нас с плотностью вот так вот плотность у нас уже 127 сейчас еще полчасика подержим наш аккумулятор на этом самодельном зарядном устройстве батарея абсолютно холодная никакой термометрии 20 градусов 20 градусов практически на всех батареях здесь я 18 градусов но это она после отогрева так ну давайте про пробьем еще проблемную баночку которую мы корректировали эти течь здесь немножко блять она 120 126 126 кстати друзья вот лайфхак вот эта колба от термометра да что ты блять звонят сейчас продолжим так то плотность немножко отстает в проблемной баночки здесь плотность у нас 12 121 27 вот разброс по плотности видимо связан с тем что все таки когда батарею высаживают неравномерно за счет вот этих вот используют ее как тяговую батарею и появляется вот такой разброс по плотности начал работать заведомо батареи так называемой бинго которая без проблем у нас вылезет плотность вытащить которую мы сможем легко и просто поднять плотность не для того друзья что показать какой я блять супермен этот блять бэтмен или человек паук что батарейки вот так вот я ну как делают эти наши друзья а для того чтобы убедиться в работоспособности этого зарядного устройства так называемая как говорится проба пера или разведка боем будем считать что ну зарядное неплохое зарядная тянет возложенные на него обязанности работает очень тихо кулер против практически не слышно не греется 327 ампера выглядит неплохо ну и для домашнего использования думаю что ну вполне вполне приемлемый вариант если руки как говорится не подходит заточены и сможешь сделать такое устройство почему бы нет какая-то альтернатива 57 ну конечно альтернатива но не совсем а так все устройство будет в работе у меня будем буду работать будем какие-то пробовать проблемные батареи вытаскивать сейчас полчасика еще устройство поработает вот дам отстой потом выставлю 16 вольт на минималках подержу на 16 вольтах чтобы попробовать все таки уравнять плотность если получится получится не получится но и ну и что же сделаешь разброс в одну точку считаю приемлемый посмотрю может быть корректирую водичка еще сейчас надо что-нибудь сожрать что-то перекусить блять медный провод что ли перекусить блять и продолжу работать с этим батареи с этой батарейкой у нас в полку прибывает работки хватает везут 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 короче везет блять бедному аккумулятор щеку как блять утопленку почти друзья как видим напряжение стабилизировалась на притоке 353 ампера и уже час так не час час двадцать я к этому зарядному устройству не подхожу оно стоит ровно как вкопанная на вот такой отметочки давайте замерим плотность но я ее уже замерял это у меня автоматически происходит я делаю пробежки по всем батарейкам с этим ареометром и видим 1,27 крайняя баночка вернее первая баночка проблемная баночка 1,27 блять вот так 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 оперный оперный театр 1.26 с половиной полточки в последней банке не хватает друзья, когда я сказал что разброс дай хуй съем чтобы возбудить немножко хитеров плотность будет в этой батарее 1.27 так как мы сделали корректировочку об этом я говорил я сделал отбор электролита и произвел корректировочку водой 1.27 до самой как бы жопы плотность отличная батарея будет использоваться как пусковая, как тяговая на рыбалочку сейчас я дам батарейке время 25 четвертого отстояться до 6 часов снимем с нее показатели тестером и отправим ролик в наш дорогой нашему сердцу youtube youtube так, до следующего включения время без 27 наш обгоревыш отстоялся сколько отстоялся на хрен он знает часа 3 наверное давайте замерим его показатели что нам он покажет по тестеру после работы на самодельном взрывном устройстве 5 этот аккумулятор у нас должен выдавать 600 амперчиков ну, как видим выдает на 73 амперчика больше хочу подытожить резюмировать так сказать зарядное устройство наше так, что там плотность за время отстоя выросла не выросла выросла, ребята 1,28 все мерить банки не буду потому, как что, опять хлопнул, блядь что ли ёб первый театр нет кстати о помидорах вот это ориометр с колбой от термометра ориометр стоит целиком в районе 2000 тенге термометр я брал за 250 тенге завтра поеду скуплен нахуй все термометры в городе потому, что это у меня расходник давайте подытожим ну, что вот этому зарядному устройству я думаю обеспечено какое-то будущее по крайней мере у меня в моей мастерской моем аккумулятор сервисе а проще говоря в моем гараже справилась она со своим со своей задачей неплохо цели мы добились попробую конечно работать с более такими суровыми сложными батареями батарейки приходят разные вот если наверное всем интересно будет этот как его не перечень ассортимент батареи с чем приходится работать так сигарету уберем вот это вот на сегодняшний день вот такие батарейки боши ебоши ну плохо видно титаны баксы аккомы реакторы но здесь у нас тоже интересные экземпляры вот такие 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 и такие поэтому наверное пригодится мне это зарядное устройство огромное спасибо Владимиру из Москвы который который сделал мне такой замечательный подарок Владимир я тебе очень благодарен за него также благодарен разработчику который придумал как переделать компьютерный блок питания ссылка на канал разработчика того человека который очень грамотно этим делом занимается будет в описании к этому ролику сейчас вот у меня осталось так раз два три четыре пять закончить пять дозарядов вот эти парни остаются у меня в ночную смену закончу пять дозарядов и наверное сегодня не поеду наверное а съебусь домой уже надо что-то закинуть свою топку блять типа котлет там или еще что там любимое приготовила ну что друзья напоследок как обычно я всем вам желаю прекрасного настроения улыбок на лице крепкого здоровья чтобы не болели благополучия всего самого-самого наилучшего ну и естественно друзья берегите свои батарейки всем пока не забывайте